Девушки отдыхают Ошалело моргающего, испуганного, взъерошенного «Что это такое?» Новенький посмотрел по сторонам «Как это понимать?» «За что?» Спросил его человек, полулежавший на откидной койке Он даже не посмотрел на вошедшего «В каком смысле?» Новенький заморгал «Ты кто?» «А ты кто?» Человек потянулся, затем сел, спустив ноги на пол Одет он был в белую, бесформенную рубаху И штаны из такой тонкой ткани То и дело прилипавший к его телу Новенький, впрочем, был одет так же «Не просто так же ты здесь» «Я?» «Заключенный Эдуард Уинстон» «Меня?» «Уинстон?» Человек вскочил с койки И зашагал к нему «Серьезно, Уинстон?» «Как сигареты?» «Ну тогда я Честер» «Рад знакомству» Он протянул новенькому руку Уинстон отшатнулся И стал опять смотреть по сторонам «Где?» «Меня должны были сегодня казнить» Я думал «Вот и казнили» Честер развел руками «Вот он, твой гроб Восемь на шесть Постели выдвижные Мусоросборник Он кивнул на шлюз Вон там Сбежать невозможно Выйти из комнаты Невозможно Она не пропускает ничего Ни радиацию Ни любую известную науке Материю или энергию Тебя к нам за что?» Винстон отвел Латчестера взгляд Затем подошел к стене Провел по ней рукой Из стены Глухим жужжанием Выехала его постель «Я военный пилот Уже двенадцать лет как?» Он сглотнул «То есть...» «Был военным пилотом» «Я в сражении участвовал У седьмого пропускного Повредил бот Попытался укрыться В астероидах Но двигатель серьезно Повредило Почти выжгло Мы с напарником Там больше двух месяцев Пробыли Одни камни кругом Он бросил взгляд На Честера Затем покачав головой Отвернулся Когда у нас Закончилась еда Ааа Напарника сожрал Ну так тут таких Он первый на меня бросился Закричал Уинстон «Я говорил об этом на суде А они меня не слушали Он попер на меня с отверткой Ого!» Честер зевнул «Ну полегче уже Здесь тебе не суд Здесь уже все решено Короче, ты тут навечно Еда подается вот так Он нажал на кнопку Из стены выехал шланг Жрать сокамерников не придется Да и не получится Я и не собирался тебя есть Я что, больной? Ага Не больной Твой напарник тоже, наверное, так думал На корабле-то Короче, сиди теперь Терзайся муками совести Пока я нащу есть Потом уже пытки будут Но ты пока привыкнешь Какие пытки?» Вздрогнул Уинстон «Почему пытки?» Честер хохотнул И рухнул на выпавшую из стены кровать «Ночью, парень» Он как-то тяжело беззвучно вздохнул «Все будет ночью Уже скоро» Когда погас свет Уинстон не стал закрывать глаза Честер отказался что-либо объяснять Просто игнорируя все вопросы А затем повернулся к стене И, кажется, замер Уинстон чувствовал себя неуютно «Это логично», — подумал Уинстон «Люди боятся смертной казни Но ее не существует Просто пожизненная В такой вот комнате Так и убивать никого не придется И родственники жертв чувствуют себя Потолок вдруг полыхнул белым И превратился в огромный Сияющий трехмерный экран Из которого на Уинстона Смотрели тысячи звезд Заколотившимся в груди сердцем Он стал ждать обещанной Честером пытки Но больше ничего не происходило Пошевелившись Уинстон вдруг понял Что при помощи движений Может управлять этим странным экраном Он приблизил к себе одну звезду Рассмотрел планеты, ее окружавши Затем, аккуратно вращая головой, осмотрелся Ничего Все стены и пол Тоже были теперь Нескончаемым звездным небом Уинстон будто бы стал Одной маленькой точкой В огромной галактике Суки Отчетливо сказал Невидимый в темноте Честер Твари Что? Винстон летал по космосу Приближая к себе планеты Потоки атмосферы Пошевелили его волосы На макушке Когда он Прорвавшись сквозь них Полетел над бесконечным Темным океаном Почему ты это говоришь? Это прекрасно И здесь так каждую ночь? Да Ответил Честер Они оставляют тебе Фантазии Но ты не выйдешь отсюда Никогда не увидишь Этого сам, понимаешь? Да какая разница? Устройство в стенах Позаботилось даже О создании запахов И теперь Пролетая над бушующей Темной водой Неведомой планеты Он чувствовал у себя во рту Соленый привкус моря Все равно это прекрасно Нет Засмеялся где-то Честер И вдруг перешел на визг Нет Визг был настолько громким Неприятным и долгим Что Винстону пришлось Заткнуть себе уши На самой громкой ноте Звук оборвался И наступила тишина Винстон убрал руки от ушей Нагляделся вокруг Тот же космос От визга его швырнул Обратно к звездам Психопат Сказал Винстон Но Честер не откликнулся Псих чертов Остаток ночи Он летал в чужих галактиках Проносясь сквозь астероидные пояса И подлетая к Солнцу так близко Что все вокруг превращалось В газовое полыхающее безумие С миллионом оттенков синего и белого Засыпая Он улыбался Чувствуя на щеках Свет сразу всех Солнц в галактике Где мы вообще? Спросил Винстон за завтраком Трубка из стены Выдавила что-то похожее на сосиску Винстон рассмотрел ее И аккуратно надкусил Съедобно Несколько секунд Честер непонимающе смотрел на него Затем нахмурил брови и хмыкнул А, ты об этом? Мы на корабле Он откусил от своей сосиски Ярко-зеленого цвета Летим в космосе А куда? А никуда Кругами летаем Точнее спиралями Космос же Таскаемся туда-сюда Вокруг жилых систем Убийц и каннибалов Вроде тебя с планет До станции собираем Не понимаю Покупаем точнее За энергию Он вдруг посмотрел На Винстона с жалостью Эх, парень Лучше бы ты в камере повесился Но знаешь Тут не так уж и плохо Винстон лег на свой лежак Подтянул к себе свою трубочку И засунул ее в рот Куснотень Курица отдает Это все не настоящее Весь этот космос Честер махнул рукой Просто генерация Компьютерная программа Сканирующая тебя Вытаскивая твои образы Мысли, запахи, эмоции Это просто твоя фантазия Все остальное Теперь принадлежит им Свобода, жизнь, смерть Не так уж все и плохо Повторил Винстон А так только по ночам Фантазии? Да Буркнул Честер А почему так? Почему не круглосуточно? Люди Честер застывшим взглядом Смотрел на потолок Не выдерживают Если круглосуточно Затем он отвернулся к стене И замолчал Винстон некоторое время подумывал А не спросить ли За что тут сам Честер Но потом передумал И решил слегка подремать Он не хотел тратить ночь На обыкновенные сны Когда в его власти Была целая галактика Винстон нашел в своем космосе Землю Опустился на нее И ходил теперь по улицам Рима Все было точно таким же Как он себе и представлял Люди реагировали на него Улыбались Махали руками Предлагали еду Отдающую немного курицей Одна смуглая итальянская девчонка С маленькими торчащими грудьми Сделала ему миньет прямо на улице Это было даже лучше, чем в реальности При жизни Он так и не смог бы накопить на Рим Да и на земле бывал всего дважды Но теперь Это его уже не мучило Рим и все земные страны Ждали его каждую ночь Честер все так же днем хмурился А по ночам так же отвратительно кричал Вопил он жутко и гадко Ломая кайф от любой прогулки Винстон вообще стал замечать Что его сосед какой-то странный Имя свое настоящее не сказал И за что тут сидит тоже Только обормочет себе под нос Какие-то бредни Прошел уже где-то месяц А к ним в комнату Как и не предупреждал Честер Никто так ни разу и не зашел Они по одному пользовались Мягким, непрозрачным куполом Для справления своих нужд Но делали это не часто Разноцветные сосиски Подаваемые через шланг Из контейнера с бледной жижей Были не только очень калорийные Но и, видимо, почти безотходными То, что получалось на выходе Выглядело почти так же Белая жижа Медленно всасывающаяся В стены туалетного купола Винстон уже не стремился Постоянно задавать вопросы Ему нравилось путешествовать В космосе Пробовать новые напитки И свежих женщин И даже если все это было Только его фантазией Это не мешало ему Наслаждаться процессом Он даже побывал в своем детстве При этом оказалось Что время в этих фантазиях Можно слегка замедлять Как будто уходить в себя Каждую ночь Он ждал теперь с нетерпением Как свидание с любимой женщиной Которой у него никогда не было Честер все больше злился На вопросы теперь лишь огрызался А иногда даже пытался Разломать стену или кровать Один раз Он почти оторвал шланг подачи еды Так сильно его тянул Что шланг растянулся Почти до человеческого роста Но шланг выдержал И не порвался В отличие от Честера Который после этого Устроил истерику Сбесившись настолько Что у него на губах Выступила пена Из пузырьков слюны Которую он перестал сглатывать Достался же мне сокамерник Злился Винстон Зачем он мне вообще здесь нужен Я мог бы и один здесь быть Сдалось оно мне Честер не разговаривал уже два дня Лишь пялился в стену И иногда по ночам вопил Винстон даже стал опасаться За свою жизнь И именно тогда-то Ему и пришла в голову Одна интересная мысль Как ему обезопасить себя От такого сумасшедшего Под боком Такой глядишь Еще и первый прыгнет Размышлял Винстон Разглядывая затылок Отвернувшегося Честера Уж лучше я тогда первый Винстон часто так размышлял И в армии И даже во сне Он всегда был первым Честер Спросил он сокамерника Как-то вечером Ты как вообще В Бога-то веришь? В Бога? Честер повернулся к нему Того, что на небе? Ну да Нет, не верю Я ни в какого Бога не верю Честер отвернулся Бога нет Шея у Честера была Тощая, жилистая Винстон решил, что он справится И аккуратно опустил ноги с койки А зря Сказал он Медленно поднимаясь Говорят, что после смерти Душа попадает к нему И ты становишься абсолютно свободным Ты можешь Честер захихикал Летать по космосу Жить в фантазиях? Он кивнул на потолок Типа того, что ли? Ну, вроде этого, да Винстон сделал несколько шагов По направлению к Честеру И оказался за спиной Прямо над ним Ты ведь не хочешь здесь находиться, да? Тебе было бы лучше Улететь отсюда куда-нибудь, да? Если бы я мог Схлипнул Честер Если бы был способ Есть один Винстон размял ладони Присматриваясь к его шее Вскоре тебя здесь уже не будет, дружище Скоро Не будет? Честер вскочил на ноги И, обернувшись на вздрогнувшего Винстона, расхохотался Хочешь меня придушить? Ты что, еще не понял? Онкнул пальцем в стены Эта хрень не пропускает ничего Ничего Ты здесь навечно, лопух Не до своей смерти Ты здесь навсегда Будешь жрать эту эктоплазму И выделять, выделять, выделять Ты чего? Винстон холодея отступила Честера И вдруг увидел сквозь его тело стену А ну прекрати! Ты хотел знать, где мы находимся? Честер пнул ногой стену И стена под его ногой Будто вспыхнула на секунду Мы источник дешевой энергии, придурок Нас покупают А затем продают Он взвыл Выгнулся, сжался И вдруг взлетел вверх Размытым пятном света Ударившись в одну стенку Затем в другую Те вспыхивали И не спеша угасали Будто остывая А Винстон вдруг увидел Как на экране в том месте В котором ударился Честер Появилась картинка Огромный черный корабль Летящий под сталым Звездным системам Собирающий еще живых людей И сотни тысяч Маленьких комнаток Внутри него В которых бились И бились Такие же Честеры и Винстоны И еще многие другие Бывшие уже здесь Лишь мутным подобием Солнечных зайчиков Обернувшись Винстон их увидел Почти прозрачных Измученных Несвободой Поломанных Застывшими в крики Лицами Распахнутыми ртами Подобиями людей И они бились И бились Бились об эти стены Уже много Очень много лет Что-то им уже показал Размеялся Честер От которого осталась Только улыбка И покрасневшие глаза Что-то им уже отдал Из себя Сколько фантазий Памяти людей Я... Винстон поморгал Пытаясь вспомнить город В котором так много гулял В последнее время Это был какой-то Античный город Но названия И сам вид его Ускользали Будто струйки песка Под пальцами Спарта Афина Что-то греческое Я... Я помню Космос И... Космос Всегда остается Честер поднялся вверх Закружился В вихре Всполохов В итоге Остается только Космос И ты сам Ты выковыриваешь Из себя по частям И сжигаешь им На потеху Пока не остается Только пустота И огни в ней Я помню Что мне было Честер отвернулся Посмотрел по сторонам Стараясь найти Хоть одну подсказку На произошедшее с ним В этой комнате За последние Недели? Месяца? Мне было хорошо Я был везде Добро пожаловать На летучий голландец Придурок Охотал сверху Сгусток энергии С лицом Честера Души висельников И предатели По сотне На комнату Искупают Свои грехи Выпускают Всех своих демонов И мы здесь С ними До самого конца Винстон Наконец Смог повернуться Так Чтобы увидеть Свой внутренний Космос Который Оказывается Всегда был здесь Внутри его головы И с ужасом Увидел Как внутри его Сияющей чернотой Головы Зияют Огромные пустоты Будто кто-то Выдрал часть Его души Залил часть Рельефа Сознание Тяжелым слоем Беспамятства Под которым Скрывалось все Что с ним Происходило И даже то Что не происходило А лишь Мечталось Когда-то В прошлом Нет Про Барматалон Они не могут Отобрать у меня Все И в тот же момент Как Винстон Это произнес То понял Что они Не собирали Забирать все Что есть Воспоминания Которые Останутся С ним До самого Края Вечности Воспоминания Которые И привели Его В эту Комнатку Воспоминания Которые Он Больше всего От себя Гнал И теперь Эти темные Копышащиеся В сознании Черви Пробирались В пустоты Образовавшиеся В его Памяти Воображение И фантазии И захватывали Все больше И больше Освободившегося Пространства И когда Винстон Понял Что в итоге Эти образы Наполненные Червями В глазницах И хрустящими На зубах Пальцами Будут везде И ничего Уже Кроме них Не будет И что Он Сам Выдернет Из себя Все лишнее И выпустит Червей Туда Где раньше Был свет И тогда Он Наконец Понял И изо всех Сил Заорал И попытался Расцарапать Себе лицо Он Вцепился В него Ногтями И вдруг Понял Что ни лица Ни ногтей У него Уже давным-давно Нет Чессинг Неуверенно Спросил Эш Чего тебе Малой Чессинг Вздохнув Открыл глаза Новенький Сидел за пультом И удивленно Рассматривал Показатели Сказано же Было Не тревожь Тут Какие-то Сбои По-моему Такое Количество Энергии Из одного Блока Где Чессинг Подкатился К пульту И наклонился Над ним Приблизив Один блок Он Охмыльнулся Ааа Ясно Что Ясно Тут Энергии Как Блоков Из двадцати Ну да Ну да Чессинг Распределил Энергию По двум Соседним Полувыпотрошенным Сборникам Затем На два часа Раньше Включил В блоке Со сверхнагрузкой Синг-экраны Которые Должны были Отражать Часть энергии Внутрь И тушить Разброс Энергоколебаний До среднего Порядка Заявленного В инструкции Носителя Это Просто Новенький Подгорел Энергии Пока Дофига А Мозгов Неграма Он Так мог Надорваться И втишу Ити лет На семьдесят С прямыми Показателями У нас Иногда Такие Потом Выходят Из тиши Мама Не горюй Он Нажал На пару Клавиш И заулыбался Зато Он Только Что Принес Нам Восемь Тысяч Чистой Прибыли Прикинь Вот Это Выработка Больше Чем Его Сосед За последние Четыреста Циклов Вот За это Мы И Любим Новеньких Странно Подумал Эш Работавший Здесь Всего Второй Месяц Почему Он Говорит О блоках Как О живых Существах Не Понимаю Не Спи Сказал Чессинг Указывая На панель Скоро Швартоваться И за Новой Партией Лететь Проверь Готовность Экипажа Захвата Понял Проверить Сказал Смит И стал Проверять Готовность Экипажа Захвата Корабль Без Иллюминаторов Подползал К очередной Планете И экипаж Был Полностью Готов К захвату